Итак, сегодня 29 марта и я продолжаю готовиться к 70-ке классикой в Манчегорске в рамках чемпионата России и, собственно, не упускаю шанса попробовать выполнить мастера спорта. После двух неудачных гонок здесь, в Мурманске, я понял, что у меня есть всего лишь несколько факторов, которые помогут мне, собственно, этого мастера спорта заполучить. Первое, это отсутствие на старте Александра Большинова. Я надеюсь, что, очень надеюсь, что он 70-кеетров классикой все-таки не побежит, потому что у них вообще группа Бородавка, по крайней мере, насколько я понял, закатка будет в Кировске. И поэтому, в принципе, это недалековато, и они могут доехать, но, надеюсь, что такого не будет. В общем, это фактор номер один. А второй фактор, это возможность сбросить парочку килограммов, что, безусловно, придаст мне лёгкости. На самом деле, я даже с какой-то точки зрения доволен то, что в позапрошлом ролике вы видели, я неудачно, неудачно получил сдувая всероссийских стартов. Потому что такое состояние, там, отказ от работы, да, когда сердце не работает, всё такое, у меня бывает, ну, не так часто, по крайней мере, если не загонять себя в эти моменты. Я, кстати, в принципе, на двух гонках сделал, их не стоило бежать. Многие, кстати, писали, что зачем сходить, ребята. Дело в том, что доехать-то гонку гораздо проще, можно просто её хотя бы дойти, в этом-то проблем нет. Как раз нужно пересилить себя и сойти, потому что именно это нужно, если вы думаете своей головой. Ну, в общем-то, надеюсь, что, по крайней мере, последние дни показали, что я вроде бы отхожу. И это значит, что такое состояние ко мне, по идее, не должно больше вернуться до 70-ки. А это значит, что есть шанс. Именно поэтому я тут пересел на Эль-Карнитин, что, наверное, поможет мне чуточку схуднуть. Ваше здоровье. В общем, пока что я ещё в Мурманске, как вы видите, уже из гостиницы переехал в квартиру. И здесь я буду, скорее всего, до 3 апреля, до вечера 3 апреля, потому что вечером 3 апреля я сажусь в электричку и переезжаю в Апатиты, где будет один очень интересный... нет. Всероссийский старт, десятка свободным стилем. И это хорошая возможность, ну, поддерживать себя в форме. Работы весной мне делать не стоит чаще, чем раз, наверное, в неделю. А вот такие вот коротенькие гоночки — это вполне себе вариант. Поэтому, в принципе, ради этого я и бежал здесь два соревнования в Мурманске. Как раз бегаю ещё 5-го числа и уже буду подводиться, ну, в общем-то, просто елозить к десятому, к семидесятке. В Манчегорск раньше, чем там 8-го числа приезжать, наверное, не стоит, потому что трассу там вряд ли будут делать, да и в целом место довольно-таки уныненькое. Многие говорят, что там нужно акклиматизироваться, и именно поэтому я еду накануне. Накануне, если приедешь и побежишь, то можно ещё скиднуть этот момент. Но я ещё думаю, что так как я уже на севере очень долго здесь, в Мурманске, так что вряд ли будет какая-то у меня особая акклиматизация к Манчегорску, хотя там повыше, конечно. Ну, не суть важна. Я думаю, что прокатят. Сейчас главное — это ловить лёгкость. Пытаться худеть, конечно, и ловить лёгкость. Ловить желание пробежать, собственно, 70, потому что выходить на старт семидесятки, ну, впрочем, как марафон, впрочем, как даже и десятки, и даже спринты. Ну, в основном семидесятки, конечно. Выходить на старт с мотивированным через то, чтобы побыстрее всё это закончилось, и уже поехать домой — это проигрышный вариант заведомо. Ну, а худеть, собственно, я решил очень просто. Ну, во-первых, как вы поняли, элькарнитин. Многие считают, что это, правда, не работает, но мне кажется, что, как говорят, жиры в работу включает, а у меня их достаточно. Второе — это отказ от святого алкоголя, особенно от пива и особенно вечером. Ну, то есть, в целом, отказ от алкоголя, он там задерживает влагу и всё такое. Третье — это то, что я довольно-таки давно уже применяю. Это отказ от сладкого, ну, где-то типа там после ужина, на ночь и в целом вечером. Ну, и в-четвёртых, это простой дефицит калорий. То есть, просто ложиться спать на ночь, но немножечко голодным. Ну, и, конечно же, рацион такой разнообразный, побольше овощичек туда-сюда. Так что, как раз на квартире получится готовить. И я, честно говоря, уже очень-очень давно не взвешивался, но полагаю, что вешаю я сейчас где-то в районе 78 килограммов. И вполне реально мне буквально там за пару дней такой диеты, и если я буду тренироваться, догнать до где-то 70, наверное, 5 с половиной. Но если ещё постараться и подержаться, соответственно, до дня старта, то, наверное, возможно, до 74-х и дойду. И это на дистанции, особенно сейчас на севере валит просто свежий снег. Ну, и в целом, как весной, короче, по мягкой трассе бежать, сбросив пару килограммов, это прям действительно вам помогает. К сожалению, я ещё не решил вопрос своим плечом. Вчера я катался, было полегче, но, конечно, стартовать 70-ку с такой травмой, или я даже не знаю, что это, это не вариант. Я буду сейчас в Мурманске пытаться найти массажиста или там реабилитолога, или ещё что-то посмотрю, может, у меня там защемлён какой-то позвонок шейный, или ещё на нерв там, да, я как мне написали. Ещё, может быть, что-то. Самое печальное в этой травме то, что я не могу ходить в зал, и уже на протяжении долгого времени, то есть, если ходил, то только там делал стабилизацию. И за время отсутствия зала я отчётливо почувствовал, что руки у меня немножечко обмякли. То есть, отсутствие силовых, там, гипертрофии, максимальной силы, просто каких-то вот таких небольших подводящих взрывных работ перед гонками, это всё сказалось по моим мышцам. И несмотря на то, что я сбегал и полумарафон даблом, и марафон даблом, и в целом сейчас доход тяжёлый, опять же, стараясь толкаться одновременными, без зала ты всё равно чувствуешь, что вот руки немного вот что-то вот подобное. Это не видно, что ты вроде не сбрасываешь там мышечную массу, но именно по ощущениям этой мощности у мышц мощность пропала. Ну и ладно, будем работать с тем, что есть. В любом случае я уже ничего не поменяю. Если я пойду в зал сейчас своим плечом, рукой, то спиной, что-то там, там целая, мне кажется, группа мышц у меня отваливается, то будет только хуже. Тренироваться я, соответственно, тоже много не буду. Мне хватит, не знаю, иногда по две тренировки в день, то есть там не больше двух часов, чтобы не закатываться. Всё-таки объёмы делать уже поздно, да и особо не нужно. Не знаю, может быть завтра катнуть только один раз в 70. Спокойненько, если лыжня будет. Не знаю, как тут в Мурманске будет, делать трассу не будут. Но тут, конечно, из-за погоды, из-за того, что тут снегопады резкие, постоянные, накатать 70 по сугробу, даже если лыжня будет, как я вчера катался, просто лыжню заваливал, там за два часа проходишь на 21-22 километра. Будет тяжело. Ну, сделать хотя бы длительную, там, часа 3,5-4, наверное, что-то в этом роде можно. Такие дела. Итак, у меня для вас со мной, или для меня с вами, плохие новости. А именно вчера, я снимаю это через день после последнего включения, я узнал, что, оказывается, на 70 километров всё-таки приедет абсолютно вся основа. Ну, или, по крайней мере, заявлено, что приедет. И Большунов, там, и Яки, и Мушкин, и, соответственно, вся русская зима потянется. И я думаю, они будут наваливать так быстро. В общем, продержаться бы мне где-нибудь километров 40. Это уже будет чудом. А нужно 60. Одно дело, это пытаться проигрывать им меньше, там, 4 минут на кругу, чтобы тебя не замкнули. Как бы своими силами, так скажем. А другое дело, это, конечно, не иметь такого количества, не знаю, смазчиков и лыж. То есть ты будешь проигрывать им не только из-за своего дохлого, так скажем, всего, а ещё из-за всего остального. Не знаю, ребят, Виктор проснулся, собираюсь на тренировку, покатаюсь сегодня классикой. Муромские вроде бы делают лыжню. Это прям здорово. Живя в Красногорске, я видел лыжню, я, наверное, говорил, раз 5, наверное, за весь сезон. И то там только на соревнования, и то её быстро ломали. А здесь её делают вообще чуть ли не 2 раза в день, хотя уже праздник севера прошёл, соревнований нет. В общем, готовится здесь здорово. Хорошо, что не поехал домой и выбрал как раз вариант остаться тут. Ну, третьим вечером на электричку переезжаю в Апатита, соответственно. Бегу там пятёрку. Там, кстати, очень интересный момент. Туда приедут очень многие сборники. Там, в частности, юниоры. Да, я ещё не нашёл смазчика, на самом деле, который будет мне готовить лыжи на замену на 70. Если бы мы бежали коньком, ещё ладно, можно было бы просто порошок кинуть на разные пары. А вот классика, конечно, проблем больше. С другой стороны, хорошо, что на севере сейчас 2 декабрь, и холодно, свежий снег, и поэтому, конечно, 70 дастся легче, чем бежать по каше, там, по воде, я знаю, плюс 15. Мне это уж точно. И, наверное, ещё шанс есть, чтобы тебя не замкнули, если они будут идти... Ну, хотя они, наверное, будут всё-таки фигачить таким-то составом. Но если они будут делать десятку за 25 минут, то, в принципе, наверное, ещё реально. Да, это где-то нужно проигрывать меньше 4 минут на десятке. Если бы я бежал с ними пятнашку классикой, то это вполне реально. Я бежал в Красногорске, этап Кубка России в этом году, и проиграл, по-моему, Ларькову, лидеру, что-то около на пятнашке, по-моему, 6 минут. Но это был конёк, мой нелюбимый, если я бежал классикой, проиграл бы меньше. Поэтому на пятнашке классикой ещё меньше 4 минут на десятке проигрывать для меня это вполне реально, даже у Большунова. Но всё будет зависеть от лыж, и всё-таки это дистанция. Это не 15 километров, это как минимум 60. А на марафоне может случиться всё, что угодно, особенно со мной, когда мышцы не готовы. Я уже закупился гелями, солевыми капсулами, и придётся это есть чуть ли не каждые 2,5-5 километров. Заставлять себя есть, заставлять себя пить электролиты, соли, чтобы мышца сводила меньше. Но, конечно, вы должны понимать, что если мышца не готова, то вы ничего уже не сделаете, можете отпиться это сколько угодно. Хотя, когда я бежал в битце 50 даблом на неедущих лыжах на Малле, мне это помогло. Я пил и съел очень много солевых капсул до старта, и мне кажется, что мне это помогло. Сводить мышцы начали только на последних как раз 4, может быть, километрах. Но поглядим. Главное сейчас ловить лёгкость, с пятого отбежать гонку. Вчера я очень разочаровался в своём самочувствии, потому что мне было очень тяжело. Я катался коньком, и я просто еле ходил здесь, в Мурманске. Я забирался, соответственно, там 3 километра в подъём. Не смотрел перепад высот, может быть, сейчас ставлю. И когда спускался вниз на стадион, меня прям прибивало, знаете, как будто какой-то горный эффект. Мне было вообще вчера очень тяжело. Я пришёл домой, там, сел на пол, и всё-таки вечером распечатывал бутылочку вина. Да, надеюсь, сегодня благодаря этому восстановлению мне будет лучше. А, нет, подождите, вчера я вообще сделал выходной. Это позавчера мне было так фигово. Да-да-да-да-да. Вчера я даже не пришла сделать выходной после этого. А вот позавчера мне было прям невероятно тяжко, невероятно плохо. Конечно, на севере, когда живёшь, дни летят так быстро. Ещё и с учёбой сейчас начнётся у меня конец пятого курса, заочку. Делать курсовую, а скоро и диплом. У меня будет там экзамен девятого числа, накануне семидесятки, надеюсь, поставят автомат. В общем, не соскучишься. Да, дни быстро тут. Даже не замечаешь. Ну, в общем, облавить лёгкость, бегать в доме и верить в муж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня 1 апреля. Это значит, что у меня осталось уже, получается, девять. Нет, даже восемь, можно сказать, дней. До семидесятки. Отличная погода. В Мурманске сейчас просто офигенно кататься. Сейчас было готово где-то 13 километров трассы. Просто идеально укатанных, с лыжнёй, с таким вельветом. Просто прекрасно. Я такой трассы не видел в этом сезоне. В Красногорске ни разу. Ну, пару раз, когда выезжал-то на Кубок Роси, там, может, в Малиновку и то там гонки. А чтобы именно потренироваться, такого, по-моему, за сезон не было. Ну, только в Мурманске разве что. Это, конечно, позволяет мне тренироваться и делать там объёмы. Хотя, в принципе, сейчас это уже не обязательно. Я даже сказал, не нужно так. Хотя бы по 2 часа в день тренироваться нужно. Сегодня он даже устал. Так с радостью к конькому потолкался. Побольше на каждый шаг загрузил мышцы. Почувствовал такую скорость, когда жёсткая трасса, мне это подходит. И, конечно, здорово. Немного непонятно до сих пор самочувствуем. Лихорадит. Вот сегодня было вроде бы как хорошо. Первая-вторая зона легко давалась. Вчера вот я вам рассказывал, что позавчера я делал выходной. Позавпозавчера я вообще там катался. Пелена перед глазами закатывались, собственно. Зрачки. Не в того. Так что, ну, надеюсь, это пройдёт. Должно пройти. Пытаюсь, кстати говоря, худеть. И, мне кажется, у меня неплохо получается. Я уже третий день на ночь ложусь голодным. Сладкое, в принципе, как и говорил, и раньше не ел особо. На ночь. Ну, сейчас я прям вообще от этого отстранился. Медот готовлю с женой. Пью. Ну, это уже я давно перешёл на колу зира. Без сахара. Ем дома, как я уже сказал. И вроде бы как вот весов нету, к сожалению, провериться нельзя. Сейчас ещё, соответственно, пообеду после тренировки и поеду к четырём часам. Здесь нашёл какую-то местную клинику, к реабилитологу. Посмотрят, скажут, что сможет сделать. Спасибо подписчикам. Тоже у себя в историях попросил скинуть мне контакты. Тех, кто знает массажистов, тоже реабилитологов. Частично, может, травматологов. В общем, те, кто могут мне помочь с моими проблемами. С рукой, с мышцами. И много накидали. Большое спасибо. Если сегодня не получится, то обязательно отзвонюсь. Надеюсь, успею там кому-нибудь сходить на приём. Заодно ещё попрошу мне промассажировать квадратные мышцы спины. Тоже загружаются. Тоже ничего с этим поделать не могу. В общем, вот так вот подготовка полным ходом идёт. Классная погода. Хочется на севере подольше остаться. Может, в Кировск потом переехать. Странно, наверное, первый сезон, когда мне лыжи вообще не надоедают, несмотря на то, что я, получается, в ноябре на них встал. То есть полгода снега, и всё равно здорово. Всё равно хочется кататься, тренироваться. Лыжи, конечно, это тот спорт, который спортсменов не отпускает. Те, кто профессионально занимались, потом и по марафонам ездят, и также там отпускают. Я думаю, сейчас из-за ситуации, сложившейся, из-за одного бункерного маразматика, все ещё чаще будут в отпуска ездить куда-нибудь в такие подобные места. Там Мурманск, Кировск, там Апатиты, там весной, на снег. В общем, ладно, пойду есть, и уже пора выдвигаться к врачу. Гороховый супчик. Приятного аппетита! Сегодня 3 апреля. Сегодня переезжаем на электрички в Апатиты, бежать десятку коньком. Последние дни в Мурманске катнул вообще прекрасно. Сюда вернулась зима, довольно-таки быстрые лыжи, жёсткая лыжня, то есть все подъёмы, заходишь, вкатываешь, просто прекрасно. На фоне этого самочувствие стало полегче. Ну и сейчас, собственно, надловить вот эту лёгкость, так скажем. И постараюсь это сделать. Вроде бы как нашёл моих старых друзей, которые всегда мне помогают делать лыжи, собственно, помогут и в этот раз на семидесятке. Передаю там сложную погоду, от минус четырёх, по-моему, в день старта, и, соответственно, будет переходить в плюс, и вроде как будет снег. Так что я надеюсь, что, возможно, сработают зиры. Они у меня есть, две пары, и если так, то было бы вообще здорово. Ну да, конечно, если бы держался бы холод и жёсткая лыжня, и мне было бы, конечно, вообще здорово закатывать в неё семьдесят, я бы с удовольствием пробежал. Сейчас, собственно, снимаю лыжи, мазь. Лыжи там ещё с бывших висовских в Мурманске 23-24, на чём я тренировался. Собственно, коньковые лыжи у меня многие на порошке. Ещё с 24-го, кто смотрел влог, знает, что я там три пары запорошил, на одной бежал. Соответственно, наверное, так же сейчас сделаю. Собственно, две пары, которые на порошке, оставлю. На СЛ-21, на которой бежал, я запорошу снова, положу на неё порошок. Ну, соответственно, сразу уже в день гонки, 5-го числа, в апатитах просто буду катать и выбирать лучше. Ну, я думаю, СЛ-21 сработает, потому что холоднее вряд ли будет. Ну, СЛ-21, наверное, самый оптимальный вариант. Всё-таки нужно ещё будет, я так говорю, зачем, ну, в общем, завести коньковую пару на РДС-3. Она у меня была, ну, продал её. И понял, что без РДС-3 на коньке не вариант. Думал, по 5.1 заменит мне вообще. Ведь один даже сюда не брал, дома оставил. Ну, понимаю сразу, зачем, просто зачем новые лыжи покупать, для чего. Ну, это шиза просто, знаете, это у спортсменов. У меня, по крайней мере, ещё, наверное, долго будет проходить вот эта вся история. Ммм, блин, на следующий год, да, вот столько-то лыж, да, вот такие-то сборы, а потом вспоминаешь тебе даже, ты просто так по щекам пить, говорит, эй, Макс, проснись, проснись, всё, ничего больше не будет, тебе нужна одна-две пары и всё. Ну, да, у меня тут лыжный актив, конечно, просто огромный. Можно, наверное, уехать в Европу жить, если бы русских пускали сейчас куда-то. Ну, в общем, пойду готовить лыжи. Вечером отъезд и четвёртого завтра уже просмотры. Увидите, наверное, уже в следующих кадрах апатиты. Сегодня 10 апреля, 12.37 дня, и я всё ещё не мастер спорта. Именно в эту минуту спортсмены бегут 70 километров классикой в Манчегорске, которым я готовился для вас на протяжении последних нескольких роликов, вышедших у меня на канале. И да, я заболел. Ещё 5-го числа я не вышел на старт. Хотел записать этот ролик пораньше, как раз 5-го, 6-го, но не смог. Смог только сегодня. Соответственно, накануне, вот 5-го числа, перед гонкой Конькова и десяткой в апатитах, где я сейчас и нахожусь до сих пор, у меня там была повышенная температура, горло, и, ну, соответственно, потом всё перешло в нос, и я так сейчас и не вылечился. Не знаю, что это такое, да и не суть важна. Вчера ночью я где-то в 2 ложился спать и думал о том, чтобы взять такси и переехать отсюда в Манчегорск и каким-то образом там подготовить себе хотя бы одну пару и стартовать. Я не из тех людей, которые, ну, боятся в спорте, по крайней мере, каких-то сложностей. Уж точно про меня такого сказать нельзя. И такие моменты, они, по идее, должны очень сильно мотивировать. И, в принципе, приблизительно такая мотивация у меня продолжать бегать была на протяжении последних 5 лет. И сейчас вот в такие моменты, когда что-то не получается, единственное, что приходит мне в голову, это тренироваться, приехать домой и тренироваться так много и так долго и так, не знаю, качественно, чтобы в следующем году выйти на старт и чтобы всё получилось. Но сейчас не тот случай, потому что сейчас, наверное, стоит остановиться. Это самое правильное решение, которое только можно принять в моей ситуации, потому что сколько бы я сейчас тренировочных часов не сделал, тренируюсь я, не знаю, как сборная или пытаюсь, по крайней мере, это делать. Тренируюсь с головой, без головы, много, мало. Тренируюсь больше в зале или больше длительных, или больше спринтерских тренировок, или больше, я не знаю, прыжковых имитаций. Я могу опрыгать весь долбанный Кисловодск в мае, не знаю, умереть на малиновских подъёмах, накрутить тысячи километров велосипеда, роллеров, но это всё бесполезно. Что бы я ни делал и как я ни делал, невозможно, будучи, грубо говоря, инвалидом, соревноваться по-здоровому. Или возможно, но бегая на месте. Под одним из последних роликов, где я показывал два всероссийских старта в Мурманске, с одного из которых я сошёл, многие писали, что, ну, как же так, нельзя сходить, надо там доезжать, да что ты раскис и так далее, и так далее. Но, ребят, я вам скажу, что если бы Большунов родился в моём теле, он бы закончил свою лужную карьеру ещё лет в 15. Очень мало людей, которые были бы мотивированы так, как я, и убивались бы на тренировках так, как я, и отдавались бы лыжам так, как я. Доехать гонку, когда тебе тяжело, или продолжить самоотверженно тренироваться, это меня никогда там не пугало, и теперь там не страшит. Самое страшное, на самом деле, в таких ситуациях, это делать правильный выбор. Это всегда самое тяжёлое. Особенно, когда понимаешь, что после, я не знаю сколько, семнадцати лет, офигеть, страшно это произносить, семнадцати лет, наверное, только соревнований на лыжах, на первых стартах я участвовал, камнем был на пять лет, как раз. После семнадцати лет гонок остаётся только лыжи, чехла три и прочее барахло. Не знаю, смог бы я выполнить сегодня мастера спорта или нет, очень серьёзные ребята приехали, но в Мурманске в последние дни я чувствовал себя очень хорошо, и даже когда прокатали лыжню, я думаю, я об этом говорил, поймал технику, как-то начал заново чувствовать классику, это очень важное ощущение для спортсмена перед гонкой, но я, наверное, этого уже никогда не узнаю. Когда готовился к семидесятке, думал, что засниму красивый ролик с названием «Последний шанс», и этот последний шанс будет моим последним шансом, который увенчается успехом, где красиво засниму свои страдания на семидесятке, подставлю кадры из своих архивов, как я тренировался в детстве, потом счастливую себя на финише, когда я заеду в топ-40, и меня не замкнут на круг. Я выполню мастера спорта, как давно и хотел, к чему давно и готовился, но вместо этого звания, вместо семидесяти километров, я еду домой. У меня тут все пары в чехле, которые лежат практически, они все в порошке. Все, знаете, подготовлены к гонкам, в которые я не бежал. и приеду домой, придется его просто стирать, смывать втористой смывкой и заплавлять. Сколько, интересно, я попросту потратил порошка сейчас. В общем, как вы поняли, пора мне уже давно было сказать дать самому себе стоп и перестать ездить по сборам, гнаться за непонятно чем и пора начинать заниматься делом. Рано или поздно к этому должен прийти любой лыжник, даже олимпийский чемпион. и в какой-то степени я, наверное, благодарен судьбе за то, что у меня это произошло в 23, а не в 43, что я не буду гнить на этапах Кубка России. Хотя если бы судьба дала мне хотя бы один шанс, одну возможность на миллион или хотя бы вот толику чуточку больше здоровья, так скажем, я бы, наверное, бегал. Я бы каждый год ездил по вершинам дитёй, часовым, Сыктывкаром и так далее, и так далее. Кирово-Чепецком. А так не буду. Может быть, это и к лучшему. В общем, мой сезон закончен. Не знаю, встану ли я ещё на лыжи в этом году. Сейчас будут долгих двое суток по дороге домой на поезде. Будет время подумать. Хотя на самом деле в такой ситуации лучше как раз не думать. Знаете, что самое смешное? Одно я знаю точно. Мастера спорта по лыжным гонкам я всё-таки выполнил. Такие дела.